Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Ляоян, 24 мая Московские газеты переходят сюда на 21 день Я читаю их с большим интересом, несмотря на всю их запоздалость И вот в каком отношении Читая их, читая те или другие предположения, теперь уже видишь их осуществление И в большинстве случаев выходит как раз наоборот И хорошо, если бы это была ошибка Более похоже на искусный прием со стороны дружественной японцам иностранной прессы Так в газетах от 4 мая Передается любезно сообщенный корреспондентом Daily News План военных японских операций По этому плану Главная цель армии Куроки и Оку Совместное их движение на Ляоян Во фронт Оку На правый фланг И притом в ближайшем будущем Что до порта Артура То это только демонстрация Там оставлен только заслон против порт Артурского гарнизона И вот теперь, через месяц, а может быть и больше С того времени, как писалось это сообщение Мы видим совершенно обратное По всем собранным данным Все японские войска направились к Артуру Оставив только заслоны Уфын Хуанчена А мы, вместо предусматриваемого тем же корреспондентом Отступления на Мукден и Харбин Наступаем на обе японские армии И уже обходим позиции Куроки Уфын Хуанчена Следует заметить, однако Что если цель этих корреспондентов Забить кого-нибудь с толку То она не достигается При всей измученности отрядов Генералов Мищенко и Рененкамфа Они делают свое дело А при посланных теперь подкреплениях Им в лице поразительно прекрасных Казаков 4-го сибирского корпуса Выполнят его и еще лучше Кавалерийское дело под Вафангоу Известия о все новых и новых стычках Каждый день подтверждают это Когда я ехал сюда Ошеломленный нашими неудачами Я стал очень и очень сомневаться В конечном успехе даже наших сухопутных войск Но за эти несколько дней, что я здесь Сомнения мои совершенно рассеялись И главным образом потому, что Помимо своих убеждений Все на почве здешнего дела Связаны в одно целое Неразрывное и единое Шатание мысли, сплетни Все это за пределами Ляо Яна Здесь же воздух кристаллически чист от всякого «я» Спокойная, немного даже суровая обстановка Со складкой скорби, готовящихся на подвиги людей На смертные подвиги Подвиги, а не жонглерства И когда люди охвачены таким настроением Их лица светятся Я видел сегодня парад Играла музыка, и эти лица В полоборота, обращенные к нам В стройных рядах, мелькали перед нами Сколько беззаветности в этих взглядах Сколько упорной решимости Они проходили и уходили В туманную даль, которая была перед нами Чтобы завтра же, быть может, так же идти Уже на врага И не было сомнения, что так и пойдут они Вдохновенные, связанные в одно Я смотрел в лицо командующего Внимательное, сосредоточенное, скорбное лицо Казалось, с каждым из проходивших Он успевал вести отдельный разговор И только когда переполнялась чаша Он говорил простые, но проникавшие Как замкнувшийся вдруг ток слова «Здорово, молодцы!» И надо было видеть лица этих молодцов Я в первый раз вижу эту картину Эту наглядную связь одного со всеми Это беспредельное понимание И уважение друг в друге человека и товарища И никакой, решительно никакой, ни в ком Рисовки, пошлости А отношение к врагу? Нет, вы больше не услышите здесь слов «макаки», «желторылые» Такое же уважение ко врагу, как и друг к другу Это умение вызвать наружу лучшую сторону души человеческой Создать этот не аффектированный, ничем не сокрушимый подъем Это уже военный гений Потому что Жанна Дарк при всей своей неприготовленности и неопытности Брала только этими способностями своей чистой и мощной души И можно изжечь эту Жанну, назвав ее колдуньей Но она, колдунья только для своих палачей А для остальных была, есть и будет Жанной Дарк И вот, несмотря на то, что я не специалист Что я ничего не понимаю в военном деле Повторяю, я только в силу вышесказанного Больше не сомневаюсь в успехах русской армии И я никогда не забуду этих В половорота смотрящих на вас Точно вихрем уносимых за пределы жизни вдохновенных лиц Кстати, по поводу московских газет Сегодня я прочел в вашей газете начало своего дневника Я с грустью заметил в нем пропуски и догадываюсь о причине Очевидно, мое неразборчивое письмо Очень жалею, что не взял с собой машинку в таком случае Во всяком случае, прошу читателя извинить и считаться с этим Со своей стороны надеюсь, что теперь, когда кончилась эта вагонная тряска Почерк мой станет разборчивее Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok